Жмякай в колокол, чтобы не пропустить новые выпуски. Возвращай до 18% с покупок на Алиэкспресс, самый удобный кэшбэк-сервис с быстрым выводом денег. Ссылка в описании. Всем привет, с вами Серега Отвертка и сегодня мы сделаем вот такую диораму Болотный Доктор. Ну и в качестве основания я буду использовать обычный кусок пенопласта, который можно купить в любом строительном магазине. В качестве мелочевки нам потребуются различные веточки, которые можно найти на улице. Ну и собственно сама фигурка Сталкера. Я заказал такую на Алиэкспресс, там в принципе огромный вариант всяких различных подобных фигурок, но мне кажется это отлично подойдет, сделаем такого Болотного Доктора, так сказать. Да, конечно, ее еще будет необходимо зачистить, потому что здесь куча облоев, но все это счищается острым ножом. Но пока займемся подставкой. Самым первым делом, что нам необходимо будет сделать, я взял острый нож и обрезал то место, где у нас будет находиться вода. Сделал я такую овальную форму, я конечно хотел сделать круглую, но что-то как-то не задалось. Почему я сделал такую форму? Потому что мы будем заливать эпоксидную смолу и в качестве опалубки я просто взял полторашку от бутылки, обрезал ее, обвел вот этот вот круг и вырезал. Да, ну конечно края все проклеим, чтобы ничего не пролилось, но мне кажется это самая вообще простая форма, чтобы залить сюда эпоксидную смолу. Да, также можно делать и диорамы поменьше, если вы планируете что-то заливать, использовать просто более маленькие бутылки. Так, что нам сейчас необходимо сделать, мы возьмем алебастер, чай из пакетиков, все это замешаем и сформируем такой некий рельеф земли. Добавим конечно сюда вот различные веточки, все как оно у нас будет находиться и также я еще хочу снизу добавить зеленый светодиод. Взял я такой светодиод на полтора вольта, ярко-зеленого цвета и мне кажется это будет как раз таки в тему. Замешиваем шпатлевку с водой, я сюда также добавляю немного клея ПВА, чтобы это все намного лучше у нас связалось. И соответственно когда это все будет подсыхать, можно там сформировать следы от шин, либо что-то такое подобное, но мы сейчас сформируем днище, поэтому добавим здесь только палок. Так, сглазил я тут все края, сейчас это у нас все подсохнет, дальше мы это уже будем все окрашивать. Ну а что касается самой фигурки, нам ее будет необходимо зачистить, окрасить, но перед этим ее конечно лучше поместить на проволоку, либо на иголку, чтобы было удобнее держать в руках. И воткнем в одну из планок ноги. И будем обрезать облой с различных частей. Для этого нам потребуется острый ножик, который можно заказать на Алиэкспресс. Да, я очень давно занимался моделизмом, это было еще до создания канала, тогда я даже не знал про Алиэкспресс и всякое такое. И вот такой ножик в магазине моделей продавался за рублей 400 что ли. Ну блин, это тогда вообще было для меня дорого, я еще в школе учился, и поэтому все это обрезал обычным канцелярским ножом. Это конечно было дико неудобно, но как говорится мы выживали как могли. Но потом я все это бросил, появились другие увлечения, да и краски, расходники всякие прочие были очень дорогие, поэтому я как-то от этого отошел. Да, это конечно очень прикольно, оно мне в принципе-то и до сих пор нравится, но на это все необходимо очень много времени. Буквально за один вечер у тебя не получится полностью окрасить модель, сделать какую-то там супер диораму, на все это уходит недели минимум. Ну конечно, если нормально это все делать. Ну а сейчас у меня появилось достаточно свободного времени, чтобы заниматься всеми своими каналами и наконец-таки делать то, что мне действительно прикалывает. Так что наверное будет несколько видео с диорамами, но в принципе если это вам понравится, то я и дальше буду делать видео подобной тематики. Потому что идей на эту тему у меня вообще огромное количество, тем более по сталкеру, по другим каким-то играм. Так что в принципе здесь можно очень хорошо разгуляться. Ну и сразу же у нас начинаются проблемы. Не знаю как китайцы там отливали эти детали, но руки блин у нас не крепятся ровно, чтобы они держали ружье. Потому что кисти с ружьем идут отдельно, ладно бы если ружье хоть было отдельно, его можно было как-то там положить, расположить в руке. А так пришлось извращаться, приклеить с вот таким вот большим зазором. Ну да, мы конечно возьмем еще холодную сварку, все это замажем. По идее это замазывается специальной пастой такой для моделей, пластиковой. Но у меня ее нет, поэтому все это замажем холодной сваркой. Сформируем здесь рельеф куртки. Блин, ну конечно да, обидно очень. Я его пытался и вверх поставить, и вниз поставить. Ну ни хрена, вниз он не опускается, потому что мешает подсумке и руки располагаются слишком близко. То есть нельзя поставить их ни шире, ни уже. Да, конечно, вот такая вот проблемная модель у нас начинает получаться. Да, и что самое фиговое, то что она не клеится модельным клеем, но клеится обычным суперклеем из фикс прайса. Замешиваем немного эпоксилина. Так, ну и с помощью зубочистки начинаем это все аккуратненько выравнивать. Ну, в принципе, получается весьма неплохо. Потом все это, конечно, еще покормим грунтовкой, и все вот такие вот неровности у нас скроются. Да, но, конечно, не очень-то прикольно, что фигурка у нас не собирается нормально из коробки. Вот такая вот штука у нас получилась, и теперь все это можно окрашивать. Окрашивать я буду обычными колерами. Лучше, конечно, это все красить с помощью аэрографа, специальными красками, но, блин, пока у меня их нету. Хотя, конечно, аэрограф я все же планирую все заказать. Так, и как мы это окрашиваем? Ну, начинаем с самого темного. Темно-коричневым сделаем базу. Дальше потом будем осветлять. Добавим вот такой вот желтый-коричневый. Чуть-чуть капельками добавим ярко-желтого и вот такого вот зеленого фисташка. Дальше пройдем с черной смывкой. Ну, и там уже по ходу дела будем смотреть, что добавить, что убавить. Ну, а после окрашивания мы здесь сделаем некую имитацию травы. Вот так вот у нас все выглядит после первичной окраски. Конечно, если вы хотите сделать это светлее, то делайте основу каким-нибудь светло-песочным цветом. Ну, а у меня это как бы болото, лес, поэтому я сделал такой вот темный. Ну, и краски просто другой не было у меня сейчас на данный момент. Так, теперь, собственно, займемся травой. Траву, конечно, лучше делать из сушеного мха, но сейчас, блин, на улице снег. Хрен где достанешь этот мох. Можно, в принципе, использовать флок с искусственной травой, но тут опять же нужен флокатор, поэтому мы сделаем самым простым и самым дешевым способом мы будем использовать паклю. Пакля стоит вообще копейки, ее можно просто мешками набрать. Приклеивать я ее буду на плиточный клей. Клей для пенопластной плитки лучше взять не ссаненький, а какой-нибудь, ну, более-менее нормальный, там, титан, либо момент хотя бы. В принципе, можно также приклеивать на силикон, но силикон, блин, воняет в процессе застывания, поэтому лучше такой вот клей для потолочки. Так, сейчас мы нарежем паклю, промажем здесь клей места, где у нас будет трава, и, собственно, все это будем приклеивать. Ну и с травой это все уже выглядит намного поинтереснее. Да, все, что у нас выступает, можно обрезать ножницами, чтобы не делать такую прям большую траву. Все, что вываливается вот так вот пальцами, вынимаем, выкидываем. Да, от этого, конечно, мусора дохренища. Так, ладно, вот такая вот у нас штука получилась. Теперь эту траву можно также подкрасить. В принципе, можно оставить такого цвета, но я все-таки немного подкрашу. Сначала в темно-зеленый, а потом в светло-зеленый. Так, окрашивать траву я буду не полностью, только в некоторой части сделать такой эффект, как будто трава у нас высыхает. Если прям налипло много краски, то вот тряпочкой, либо пальцами вот так вот снимаем лишнюю краску, чтобы вся травка у нас была отдельно. Да, лучше, конечно, все делать аэрографом. И также мы сейчас сделаем смывку с помощью черной краски. Для этого разбавляем колер, прям вообще практически в воду. И вот так вот проводим разбавленной кистью. Да, блин, надо еще разбавить. И все лишнее просто стираем тряпочкой. Площадка у нас стала еще более темной. Теперь ее уже можно будет покрыть бесцветным лаком. Дальше здесь сделать опалубку и залить эпоксидную смолу. Так, ну и теперь уже, конечно, приступаем к краске. Первым делом окрашиваем лицо. Я беру такой вот телесный цвет. Да, давно я, конечно, этим не занимался, так что не знаю, насколько хорошо все получится. Что касается штанов, я их покрашу в охру, а куртку покрашу в брезент. Да, ну что-то окр получается какая-то светлая. Я, наверное, сюда добавлю еще немного коричневого. Приклеил я, значит, опалубку из бутылки к нашей диораме. Да, наверное, я это сделал все неправильно. Возможно, придется очень много чего дорабатывать, но главное вообще все это не засрать. Приклеил я также это все на клей для потолочной плитки. Сейчас мы сюда маленькими порциями будем заливать эпоксидную смолу, чтобы она у нас не потекла из всех щелей. И, надеюсь, все получится хорошо. С краев вот так вот. Так, что у нас здесь получается? Ну, в принципе, все более-менее застыло, то есть смола у нас протекла только с этого краю. Я тут все проклеил и теперь уже замешиваем второй основной слой смолы. Краситель я добавил прям совсем чуть-чуть, потому что все-таки это должно у нас быть более-менее прозрачное. И теперь уже заливаем второй слой смолы. Так, прям вот так вот все заливаем. И оставляем все это сохнуть приблизительно на сутки. Все это, конечно, прекрасно, но было бы еще круто сделать небольшую рябь на воде. Из чего это сделать? Ну, у меня вот осталось немного формовочного силикона. Я его вылил на мятую фольгу. Получилась вот такая вот плюшка. Сейчас я ее нарежу и положу сверху на смолу. Не знаю, получится это или нет. Отдерется ли он у нас потом. Ну, блин, давайте уж экспериментировать, если начали. Вот такая вот штука. Надеюсь, она поможет нам создать хотя бы какие-нибудь волны. Так, вроде бы ничего не протекло. Теперь, конечно, надо снять будет опалку как-нибудь аккуратно и посмотреть, что же получилось. Отключаем. Во, отлично, блин. Светодиод у нас горит, а значит уже половина работы успешна. Потому что именно такая вот была задумка, что там якобы артефакт какой-то находится под водой. Так, срезаем опалубку. Она нам уже больше не понадобится. Так, что же у нас получилось-то? Ну, спереди, да, спереди еще более-менее нормально. Сзади, да и сзади, в принципе, тоже пойдет. Теперь необходимо оборвать вот этот вот клей, который у нас был всем приклеен. Да, возможно, конечно, обдерется часть подставки, но как бы замешать шпатлевку и чай, это вообще дешево и довольно быстро. Так что мы, в принципе, ничего не потеряем. Ну и вот эти вот торчащие края, конечно же, тоже необходимо будет обрезать. Что у нас касается фигурки Сталкера. Она полностью готова. Да, в окраске, конечно, не особо силен. Причем таких вот мелких вещей. Блин, да, конечно, особенно это лицо. Да, это просто кошмар какой-то. Да, но пока, к сожалению, такой вот уровень. Надо больше тренироваться, и тогда уже будет что-то получше получаться. Но, в принципе, для первых таких разов, я считаю, получилось-то весьма неплохо. Так, что нам сейчас необходимо сделать? Сейчас мы его покроем бесцветным лаком. Дальше сделаем также смывку черной краской. И немного запылим обувь, чтобы потом его уже можно было поставить на нашу диораму. С помощью сухой кисти мы наносим загрязнение на обувь и одежду, чтобы он у нас не был такой чистый, потому что это выглядело бы тогда вообще нереалистично. Так, ну, как-то вот так вот вроде. Так, ну, вроде бы теперь у нас фигурка полностью готова. Можно её уже будет отрезать от подставки и закрепить на диораме. Но с диорамом у нас ещё пока не всё закончено. То есть, с краёв я опять немного обклеил это всё шпаклёвкой, промазал краской. Также сверху покроем эпоксидной смолой, чтобы ничего не отвалилось. И сверху поместим батарейку, чтобы питать наш светодиод. Я спаял снизу небольшую схему, благодаря тому, что у нас всё из пенопласта, то есть мы можем спокойно вырезать лишние части. Включаем переключатель и загорается светодиод. Вот так вот оно у нас теперь всё выглядит. И, в принципе, диорама полностью завершена. Ну а если вам понравился ролик и вы хотите ещё диорам, то напишите об этом в комментариях. Я обязательно сделаю что-нибудь ещё. А с вами был Серёга Отвёртка. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх и делитесь этим видео с друзьями. Всем пока!